Еще в конце 2015 года Советом министров ДНР было принято постановление об утверждении порядка проведения обязательных профилактических медицинских осмотров. В апреле текущего года во исполнение данного распоряжения Минздравом был издан дополнительный приказ, изменяющий правила прохождения периодических профосмотров. Самый эффективный, по мнению медиков, метод борьбы с болезнями – это профилактика. Отсюда вытекает необходимость регулярных медосмотров. Только теперь, чтобы работник мог пройти профилактическое обследование в поликлинике, его работодателю придется заплатить медучреждению известную сумму. В декабре 2015 года принято постановление Совета министров ДНР номер 23-19 о проведении медицинских осмотров. Если раньше по законодательству для бюджетных организаций медицинские обязательные осмотры проводились бесплатно за счет лечебных учреждений, на которых проводится, то с выходом этого постановления мы обязаны предупредить всех работодателей о том, что профилактические осмотры будут проводиться на платной основе. В том числе и бюджетные организации – школы, детские сады, техникумы, больницы. Для того, чтобы наемный работник мог пообщаться с врачами, сдать анализы и пройти бактериологическое исследование, работодателю придется заплатить около 300 рублей. Так что руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности стоит заранее подумать о дополнительном финансировании и о заключении договора на услуги соответствующим медучреждениям. Изменения в законодательстве коснулись и места прохождения профосмотра. Согласно приказу Минздрава ДНР, обязательные профилактические медицинские осмотры должны проводиться по месту нахождения производства или учреждения. Я несколько раз уже приводил примеры о том, что люди, которые проходили осмотры в других лечебных учреждениях, где все проводится за несколько минут, выявлялось, что у них очень серьезные инфекционные заболевания в последующем, в том числе и туберкулез, СПИД, и которые работали в сфере торговли на рынках. Поэтому администрация центральной городской больницы и руководитель предприятия или работодатель обязаны направлять только здесь и не принимать в другие заключительные акты по результатам профилактического осмотра. По словам Василия Гапона, последние изменения законодательства в области здравоохранения приведут к улучшению ситуации в медучреждениях республики.